Знаменитая студия мультфильмов «Класский Чупа» находится в самом центре Голливуда. Примерно 10 лет назад стиль студии резко изменился. Туда приехала целая группа художников с московской студией «Пилот». Игорь, как ты вообще попал в Америку? Расскажи, пожалуйста. Впервые я в Америку попал лет 13-14 назад. Меня пригласили с моими фильмами, встречи со студентами. Я познакомился с Габаром Чупа, с президентом этой компании, и он мне предложил, чтобы я работал у них. Я сказал, что есть супер ребята со студии «Пилот», которые тоже могут работать. Ну, скажем, сливки студии «Пилот» собрались на «Класский Чупа». Сначала приехал я, потом через год приехал Серёжа Шрамковский, который уже работал в Испании. Он приехал из Испании сюда. А потом через полтора года после моего приезда приехали Андрюша Свислотский и Женя Делюсин. Это люди, с которыми работали очень долго, очень. Скажи, пожалуйста, вот ты прожил здесь 11 лет. Что изменилось? Очень часто мне задают такой вопрос. Какие изменения произошли? Я скажу честно, практически никаких. Да, другая культура. Люди говорят на другом языке. Но что касается студии, всё-таки это анимационная студия, она мало чем отличается от студии «Пилот». Только язык, принцип работы, производства, всё то же самое. Карандаши более качественные, резинки которыми стирать, и лучше бумага. Вот, а всё то же самое, тот же принцип. Чем отличаются фильмы, которые ты сделал в России, от фильмов, которые ты сделал в Америке? Конечно, есть это. Потому что вот мы говорим о культуре, о подаче, но не в этом дело. Дело в том, что и как и в Москве, и здесь мы делали коммерческие сериалы, и как и в Москве я делал свои авторские фильмы, я счастливый человек, я их могу делать здесь. Известно, что браки обычно не переживают эмиграцию. В эмиграции браки обычно распадаются. И, к сожалению, ты здесь не исключение. Ваш брак распался. Это связано с эмиграцией? Абсолютно нет. То есть он распался бы и... Я думаю, что да. Ты вообще родился на Украине. После этого ты долго жил и работал в Москве. В Москве, да, поработал очень долго. Теперь ты 11 лет живет в Лос-Анджелесе. Ты себя ощущаешь американским художником, русским художником, украинским художником или чем-то другим? Это очень смешной вопрос. Не знаю. Странный вопрос. Каким художником? Ну, я могу сказать, что я ощущаю себя русским, потому что по национальности я русский. У меня 50% русской крови. Три литра украинской, три литра польской. Я не знаю, но вот сейчас я делаю свои фильмы, авторские здесь. Естественно, они подписываются. Игорь Ковалев, United States. Я никогда не стану американцем. Это невозможно, даже если бы я очень хотел. Почему? Я, наверное, просто не хочу быть американцем. Мне живется хорошо там, где я работаю. Я здесь, потому что у меня есть возможность работать. Работать хорошо. Я очень счастлив, что я именно на этой студии. С этим человеком, с Габаром Чупа. Это человек, которого я очень люблю и сделал для меня очень много. Не только для меня, а вообще для русских ребят. Если бы что-нибудь случилось с этой студией или с ним, я не знаю, остался бы ли я в этой стране. Честное слово. Я не думаю, чтобы я вернулся бы на Украину или в Москву, но я бы, наверное, уехал в Европу. Когда я приезжаю в Европу, неважно куда, восточную, в западную спускаюсь, вот приземляюсь, выхожу. Вот по-другому дышится. Я не могу объяснить, почему. Честное слово, я не знаю. Или потому что ближе как-то вот к той земле, где я родился. В Европе я себя чувствую лучше. Была бы возможность, уехал бы в Европу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok